Они отдают себя медицине, но так, чтобы зарабатывать деньги, ну, как бы, могу сказать, что государство мало способствует этому. На медицинском факультете для того, чтобы идти работать даже, ну, младший медицинский персонал, то есть по закону, это можно делать после третьего курса. Привет, меня зовут Амина, я студентка третьего курса медицинского факультета Киевского медицинского университета. Який балл потребен, чтобы вступить сюда? Якие предметы? Сколько стоит контракт? Первый предмет обязательно, как и везде, это украинский язык и литература с вступительным проходным баллом 100. Вторым предметом является биология, либо физика с минимальным баллом 150, и третьим химия или математика, тоже проходной балл 150. Контракт стоит на медицинский университет, то есть стоимость в этом году была 35 тысяч гривен. Но эта стоимость может меняться, но если ты поступаешь на первый курс и подписываешь контракт с университетом, то такая стоимость будет на протяжении всего твоего обучения. Тобе подобается специальность, которую ты выбрал? Ты самостоятельно ухваливаешь это решение? Чему тебе это интересно? В принципе, у меня не было там с детства такой мечты, как многие просто, ну, горят этим с детства и говорят, что медицина – это призвание, это там профессия от Бога. Нет, у меня такого не было. Я руководствовалась как бы своими интересами, своими какими-то, ну, то есть школьными, так скажем, предметами. То есть все банально. У меня нет династии врачей, то есть моя семья не врачи. Мне действительно нравилось, когда уже я в осознанном возрасте, более подростковом, мне уже все-таки нужно было что-то выбирать, то я, конечно, уже подходила к этому с особой осторожностью. И в первую очередь, то есть то, что мне нравилось, и действительно я почувствовала, что медицина для меня – это близко. И я приняла такое решение, о чем сейчас не жалею. Медицина – это все. Медицина – это мы, это каждая наша клеточка, все, что мы делаем, как мы двигаемся, что мы едим. То есть это мы и все, что вокруг нас. И для меня это очень интересно еще со школы, и это действительно очень круто – познавать себя. Хочешь познать мир – начинай с себя. Обучение в медицинских университетах построено так, что первый курс – это в принципе, ну, то есть он дает себе какую-то базу образовательную, то есть то, как должно быть все в норме в нашем теле, в организме, и также какие-то предметы, которые могут расширить твой кругозор. Это такие, как история Украины, украинский язык литературы, иностранный язык, философия, ну, и также, конечно, медицинские предметы, такие, как анатомия, гистология – это базовые предметы, которые, в принципе, мы изучаем все, как должно быть в норме. На втором курсе мы уже приходим к тому, ну, вот когда мы познали чуть-чуть вот часть своего тела, своего организма, мы уже переходим на втором курсе к изучению процессов, которые происходят. То есть это такие предметы, как биохимия, физиология. И третий курс, вот сейчас я обучаюсь, мы, когда уже знаем норму, все, как должно быть, мы изучаем патологию. Патофизиология, патоморфология, фармакология также, то есть медицинские препараты, которые мы будем применять при этих патологиях. И, в принципе, это структура. Первые три курса – это база теоретическая, и дальше уже с четвертого курса начинается больше практические, ну, клиника, в принципе, то, что будет формировать наше клиническое мышление. А также у нас есть чат в Телеграм. Если у тебя остались какие-то вопросы, ты можешь, конечно же, переходить и задавать их. Ким ты стаешь, закінчивши цю специальность? Чи великий попит в Украине на таких специалистов? После этой специальности я могу работать, в принципе, практически любым врачом, кроме стоматолога. То есть мы оканчиваем шесть лет и получаем диплом, и на интернет-туру мы выбираем любую специализацию, ну, любую докторскую. Для поиска работы, ну, медицина, я думаю, это всегда актуально. Ну, то есть это действительно всегда. Все зависит просто от специализации уже. Конечно, есть менее актуальные, есть более актуальные, но, в принципе, я считаю, если человек, если ему это интересно, если он будет в этом развиваться, то он всегда найдет себе место, всегда найдет работу. Конечно, путь, начиная от студента-медика до доктора, хорошего специалиста, конечно, он очень большой. Медицина – это то, в чем нужно постоянно развиваться, и для того, чтобы действительно стать хорошим врачом, зарабатывать хорошие деньги, это, конечно же, путь большого развития и работы над собой. В принципе, ну, у меня знакомые есть, но, к сожалению, многие из них, да, действительно, они отдают себе медицине, но так, чтобы зарабатывать деньги, ну, как бы, могу сказать, что государство мало способствует этому, но подняться можно быстро, да, если ты будешь, как бы, хвататься за любую практику, за любую возможность, то, да, ты, в принципе, быстро в этом освоишься и сможешь найти уже после интернатуры работу. Можно, конечно, но, я думаю, не нужно. Ну, в принципе, по крайней мере, пока ты учишь вот эту всю теоретическую базу, первые три курса – это твоя основа, и, в принципе, у тебя не получится, я думаю, работать. Возможно, у кого-то получается, ну, допустим, стоматологический факультет – да, в принципе, они могут совмещать, потому что они могут уже работать на третьем курсе, они могут идти ассистентом стоматолога, то есть это, в принципе, нормально. На медицинском факультете для того, чтобы идти работать даже, ну, младший медицинский персонал, то есть по закону это можно делать после третьего курса. Мы заканчиваем всю вот эту теорию, получаем, ну, оканчиваем такой предмет, как сестеринское дело, и тогда мы можем, в принципе, работать. На четвертом курсе уже, да, я думаю, более это реально совмещать, но сейчас нет. Чо є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Да, есть, конечно, везде есть. На любой специальности, в любом университете есть такие люди, которые, возможно, они пришли, они руководствовались, допустим, не своими какими-то чувствами, когда они поступали. Возможно, родители сказали, да, там поступить. Возможно, они не знали. И просто студенты, абитуриенты, они подают документы в разные вузы, куда проходят туда и, в принципе, ну, вот с тем как бы связывают свою судьбу. Но все равно потом, впоследствии всего учебного процесса, человек понимает, что ему это не интересно и никакого с этого толку не будет. И поэтому, в принципе, ну, по этой причине очень часто студенты действительно уходят, либо их отчислят. Конечно, стоит начать с таких гуманных качеств, как у многих. Ну, то есть это добродушие, это сочувствие людям, это гуманность. Но для того, чтобы стать хорошим специалистом, в первую очередь, ну, к тебе, когда приходит человек, то он приходит с определенной какой-то проблемой. И он хочет, чтобы ты ее решил. Без грамотности, без какой-то компетентности ты не сможешь ему помочь. Поэтому я вот это считаю, это самое главное. А на втором месте, конечно же, уже это подход. Все равно, имея грамотность вот свою, да, несмотря там после своего образования, ты сможешь не найти подход с человеком. И, к сожалению, просто человек из-за того, что вы не нашли общий язык, он просто уйдет от такого доктора. И это тоже очень важно. Поэтому для того, чтобы быть успешным, конечно, стоит быть компетентным. А это, в принципе, совокупность многих качеств. Хороший вопрос. Ну, в принципе, в нашем университете много плюсов. Ну, на первом месте, я думаю, это то, что университет способствует постоянно своему развитию. Твоему развитию как студента. И постоянно университет развивается. Постоянно, ну вот, на данный момент, насколько я вот знаю, университет получил грант от Соединенных Штатов Америки. То есть, получил грант. И, то есть, университет постоянно развивается. Закупили очень много вот в связи с последними событиями, очень много манекенов, которые позволяют студентам реально тренировать свои практические навыки. Это первый плюс. То есть, мы не стоим на месте. Постоянно развиваемся, двигаемся. Второй плюс, то есть, то, что мне нравится, это то, что, несмотря, как бы все говорят, да, студенты-медики, это самая сложная специальность, это так скучно, ты 24 на 7 просто учишься и больше ничего не делаешь. Нет, у нас есть какая-то студентская жизнь. У нас есть ежегодные спартакиады, ежегодные поездки для первокурсников в Житомир. Это как традиция. То есть, мы ездим просто как один день. Студенты все отдыхают, проводят разные конкурсы. В прошлом году у нас появился новый конкурс, такой как Мисс Университет. И действительно, то есть, очень много таких всяких вещей. И на третьем месте, конечно же, это качество нашего преподавания. Это очень важно. Преподаватели всегда идут тебе навстречу и никогда тебе не откажут в твоих каких-то проблемах, вопросах. Мне нравится. В принципе, такого у меня как бы не было, чтобы мне прям что-то не нравилось. Больше сказать не к университету претензии, а, в принципе, к нашей системе образования. Вот это да. Ну, тут университет не виноват. Существует какая-то программа, которой мы должны по ней следовать. Ну, вот в этом плане, да, есть минусы. Насколько важка сессия? Ча вдаец и списаты? Ну, всегда найдутся такие студенты, которые, конечно, смогут списать. Студенты – это такие люди. Но лучше этого делать, конечно, не нужно. Преподаватели строго, конечно, за этим следят. Но все равно. Кому-то, конечно, удается. Но я думаю, лучше этого не делать, потому что ты час, допустим, этого своего экзамена потратишь на мысли о том, что у тебя сейчас где-то есть что-то, откуда ты можешь списать какой-то источник. Вот, не жаль, а там ты сконцентрируешься на том, что вот у тебя есть задание, тебе нужно его сделать. Сессия, ну, в зависимости от предметов, конечно же. Могу сказать, что я на первом курсе была. Ну, нет, хотя на первом курсе, в принципе, не очень было сложно. Вот на втором курсе была сессия, там, где такие именно наши профильные предметы, такие как анатомия. Да, действительно, было сложно. И вот третий курс, это вообще считается у студентов, один из самых сложных курсов. Чи є люди, які не учатся, але не вилетают з універу? Я думаю, нет. Ну, возможно, в других каких-то вузах, да, у нас, я думаю, нет. Ну, просто я не знаю, честно, как у нас можно доучиться, если ты не учишься. Возможно, у кого-то какие-то связи, кто-то как-то там пробивается, да. Но у нас есть такой экзамен, как КРОК, их три всего, и первый из них – это по окончанию третьего курса. И КРОК – это совокупность всех твоих предметов, которые ты учил. И вот в тестовой форме ты должен это все как бы решить. Если ты не проходишь КРОК, ты, ну, там, с двух попыток ты не сможешь перейти на четвертый курс. И, в принципе, я не знаю, как это можно сделать, если ты ничего не учил, разве что только какая-то удача. Ну, вот в таком плане. Насколько якісное выкладание? ЧИ МОЖНА СТАТИ ГАРНИМ СПЕЦИАЛІСТОМ ЛИШЕ ВІДВІДУЮЧИ УНЮВЕР, БЕЗ САМООСВІТИ ТА РОБОТИ? Я думаю, нет. Ну, у каждого человека есть какой-то энтузиазм, какие-то амбиции, когда, ну, человек этим интересуется, он хочет просто развиваться, хочет что-то узнавать сам. Это, в первую очередь, определяет твою заинтересованность. Также университет более дает тебе теоретическую базу. Ты с этой теоретической базой формируешь свое клиническое мышление и идешь дальше. И без какого-то самообразования, без практики своей дополнительной, ну, то есть личной, мне кажется, это невозможно. Не бояться ошибаться, не бояться показаться какой-то, там, ну, что-то спросить у преподавателя. Всегда мы как-то приходим с каким-то страхом и, в первую очередь, просто показывать реальность свою заинтересованность. Узнавать везде все, каждая возможность. Узнавать от преподавателей, от одногрупников, брать максимум пользы от этого. И это правда, это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова